Приветствую вас. Полагаю, что проблематика представляется такой довольно сложной, на мой взгляд, вот как это сейчас у вас происходит. Ситуация такова, что девушка, она вас вроде бы и не отталкивает от себя, но в то же время она вас явно к себе не подпускает. Ну, близко достаточно. И как бы это не было манипуляцией ее для того, чтобы вам отомстить за то, что у вас когда-то с ней что-то не получилось. Не говорю, конечно, что это обязательно так, но вполне может быть, поэтому данный вариант со счетов лучше не сбрасывать. Значит, смотрите, родители решают за девушку, с кем ей быть, с кем общаться, да, за кого выходить замуж и так далее. Все это в общем и целом довольно печальное, конечно, проявление печальности, печальности, что есть такие родители. Вот. Вам нужно, во-первых, сказать девушке о том, что чувствуете вы к ней. Это первое, что вам нужно сделать в любом случае. То есть сказать ей, что у вас к ней чувства есть. И чувства, ну, совсем не дружеские, да. Вот. После этого пусть она сама обещает, что она делает. То есть либо она обрекает себя на несчастное существование тем, кого она не любит, либо она рискует, идет против воли родителей и рискует быть счастливой, как говорится. Тут нужно быть обязательно готовым к тому, что девушка даст задний ход и не пожелает рисковать. То есть не обязательно, что она выберет, например, вас, особенно если какие-то проблемы у вас уже были. То есть вы с девушкой какое-то время не общались, я полагаю, что у этого есть причины, чтобы не общаться. Но тем не менее, я полагаю, что если вы не попробуете, то сами же потом будете жалеть, что не скатали, что упустили момент и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Чтобы данных переживаний не было, я рекомендую вам рассказать ей о своих чувствах, а дальше уже пусть она сама решает, как она будет делать, что она будет делать и так далее. Если она выберет не быть с вами, если она выберет равно быть с этим человеком, которого она не любит, то как общаться с ней, решать вам, потому что вам может быть с ней тяжело взаимодействовать, если вам, может быть, будет с ней некомфортно общаться, вот, из-за того, что, ну, болезненно будет. Болезненно общаться с тем, кто, ну, вроде бы как к тебе какие-то чувства проявляет, да, но при этом не с тобой. Тут нужно прислушиваться к себе, если вам тяжело будет с ней взаимодействовать, да, то лучше не общаться. Но попробовать, именно попробовать, я думаю, стоит. То есть, вот, значит, как общаться как? Если говорить об общении как, то, на мой взгляд, сначала вы можете общаться с ней как... друг, ну, потому что вы долгое время не были вместе, да, вы долгое время не взаимодействовали с ней, а будет уместно, если вы, если вы будете общаться с ней как друг какое-то время. Придитесь пару раз, поговорите немножечко, проведите время, не терапитесь, да, то есть... терапиться не стоит с признанием и сближением. Вот, ну, а после нескольких раз, после нескольких встреч уже можно сказать, что она вам нравится, нравится, можно сказать, что вам она интересна, что вы испытываете к ней симпатию и, соответственно, зная ее историю, значит, предлагаете ей такой альтернативный вариант, если не... если не счастье, да, ну, потому что вы не можете гарантировать, что ваши отношения обязательно сложатся хорошо, этого никто гарантировать не может вообще, в принципе, поэтому обещать этого не стоит, не умеет обещать, вот. Значит, вы предлагаете ей такую вот, может быть, более счастливую, более свободную жизнь, где она принадлежала бы сама себе, а не тому, что делают ее родителям, которые, может быть, и хотят ей добра, но которые при этом обрекают ее на, в общем-то, не счастье, вот. Вот это вот вы можете ей сказать и потом уже пусть она сама делает выбор. То есть, либо она будет с вами, либо она, соответственно, с вами не будет. И если вам будет тяжело с ней взаимодействовать, то взаимодействовать с ней в этом случае, конечно, не нужно, потому что понятно, что периодически вы будете срываться на какой-то негатив, периодически вы будете срываться на личности, и нормально другом вы ей в этом случае стать не сможете, к сожалению. Если вы действительно относитесь с ней хорошо и если вы желаете ей счастья и всего самого лучшего, то тогда, я думаю, вы сможете с ней взаимодействовать, но общаться с ней нужно будет ровно на... ровно настолько, значит, насколько для вас это будет, ну, безболезненно. То есть, самостоятельно попробуйте установить границы сближения с ней, если вам этого хочется. Это то, что можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго, удачи и успешного разрешения данной ситуации.